идет тихий уже осенний дождь хотелось бы спеть льется тихий дождь как там но это тоже неизвестно про какой а у нас сегодня такой дождичек я пристроился под узенькой крышкой потому что на самом деле люблю когда идет дождь все-таки такое состояние она хоть и грустные хотя маленечко покажу как ветер дует как тучи ходят но тем не менее и в этом состоянии есть какая-то такая тайна и какая-то тихая можно так сказать радость и мы кстати все любим как ни странно многие любят и дождь и многие любят дождливую погоду тихонечко посидеть и и подумать как-то хочется подумать в дождливую погоду и это интересное явление поскольку на самом деле казалось бы человек он солнечная личность он все-таки живое существо почему же ему вот в такую погоду хочется тихо посидеть и задумчиво о чем-то помечтать и поговорить если с кем на эту тему поговорить я с вами сейчас поговорю на одну тему которая меня сегодня ну в очередной раз тронула поскольку как ни странно самым популярным роликом у меня на канале является ролик куда уходит душа животных после смерти он набрал больше миллиона просмотров и каждый день он собирает самое большое количество комментариев и всяких обсуждений я уже неоднократно к нему возвращался особенно меня волнует я переживаю за то что там высказываются постоянно сегодня опять такое высказывание было а я чем старше тем меньше люблю людей тем больше люблю животных ну человек так как бы пытается таким образом сказать что он мудрее становится людей он теперь познал все люди не буду это слово произносить а он стал мудрый и людей больше не любит это как раз полная противоположность тому что нам завещает господь я конечно не хочу в том ролике про животных как-то все время поминать господа и ссылаться на христианство и что-то такое там действительно у нас в евангелии не так уж много сказано о том как относиться к животным ну мы видим как посылает господь бесов в свиней например когда человек просит что господи избавь но избавляет а а им куда деваться и они просят господи ну хоть в свиней нас направь и в свиней он им разрешает без войти некоторые говорят именно поэтому свиней не едят мусульмане немножечко не не поэтому ну давайте вот вот так вот там есть например есть упоминание православ которого отвязывают ну и в общем-то про голубя есть кое-какие упоминания но тем не менее точного еще раз вам повторяю определение куда уходит душа животных и что такое душа животных в евангелии нет есть в верхом завете это я вам скажу тоже так достаточно относительно но вопросы есть которые вроде бы и стоит отвечать и один из вопросов сейчас коврик у меня выпал и один из вопросов откуда берется душа в животных это очень хороший вопрос потому что от понимания что душа животных не как душа человека а животная душа и берется она в данном случае вот который мы в библии слышим от земли если это земное животное от воды если это водное животное так и сказано что господь велел земле произвести всю живность и она растительность произвела и велел морю произвести но все что в море всех гадов произвело поэтому души животным дает земля и вода и вот это то меня и напрягает что все время пишут что сегодня комментарий прошел у душ у животных та же самая душа что и у человека она давай им богом и поэтому она как и наша душа уходит в царстве небесное ну друзья но при при этом как бы меня один упрекает что батюшка объясняет о том что душа животного или память о животном входит в нас не понимая как это написано по канонам и лучше бы почитал каноны а сам человек видимо и не читал никаких канонов потому что канонов о том куда девается душа животного после смерти нет тем более мы очень сильно задумаемся а куда она девается из тех животных которых мы съедаем вот вот там этот человек кто меня в канонах упрекнул куда девается душа съеденных животных а кого человек не не ест вопрос есть такой вот задаю кого не ест и всех есть всех животных ест вот и кошек и собак уж если вы так любите где-то кто-то ест да и сами ли едим в трудную минуту как говорят ну я слышал просто такую об одном городе который был я уж не буду на него переводить этот что его спасли кошки что кошек ели и кошки дали возможность людям с голоду не померить хотя там много людей померло с голоду все равно так вот я не об этом сейчас хотел бы поговорить вернее рассказать мне о том что души животных у нас не установлено канонически куда на самом деле девается все хорошо вода есть везде натушка пришла воды добавить это от дождя полная ванна в тех как-то осталось то что значит осталось меня другой вопрос волнует что некоторые воспринимают и понимает и пытаются утверждать что животное человек это создание одного свойства что мы с животными то же самое в принципе это никак не отличается от понятия дарвина который заявил что человек произошел от обезьяны хотя хотя многие говорят что он этого не заявлял это сделали такой вывод что он как раз сказал что а в отношении человека вот эта вся теория эволюции не работает что человек по-другому созданы по-другому развивается ну пока и ученые доказывают что да как-то все по-другому что-то находит там все дальше и дальше какие-то останки не поймешь где человек где это но самое то главное все равно непонятно как вдруг цивилизованный человек появился вот есть нет неандерталец а переходного нет и вдруг вот есть цивилизованный человек правда насколько мы цивилизованно сказать трудно тот же неандерталец меньше людей убивал чем мы теперь цивилизованные люди людей убиваем так вот смотрите если вы думаете что животное и человек одного свойства одного создания и у них души одинаковые значит вы не верите в бога значит вы просто ничего не понимаете в том числе в православии поскольку именно отличие человека как образа и подобие бога и заложено в человеке как отличие от всего окружающего пространства вот поэтому мы можем есть животных и поэтому можем использовать их их так как надо правда и они нас могут есть кто-то может скажу скажу сказать лев царь природы и лев может съесть человека и он тоже значит выше чем человек на самом деле не так еще раз напоминание в самое главное понимание православного человека что он не от мира сего что он создан господом как тот кто на земле не существовал не земля его создала не вода его создала не он вот вместе со всеми животными здесь появился и и из какого-то животного там из обезьяны эволюционировал нет человек создан богом отдельно как отдельные сущности душа у него совершенно другая душа у него божественные не вторичные как вот бог создал землю и дал дух земле живоносный земля дала животному то есть тут уже вот такая такая а прямо от господа данный у нас дух и этот дух сам по себе живительный живительный и это отличие и заставляет нас знать верить и понимать что любить животного сколько хочешь ты можешь даже можешь очень сильно утверждать что ты только животных и любишь но чем дальше ты от любви к людям тем дальше ты от образа и подобия божьего и нечем гордиться там некоторые я так понимаю не прямо гордятся я не люблю людей я люблю животных кого какой-то такую они элитность себе какую-то такой приписывают что они таким образом дошли до чего-то вы должны были до этого дойти сразу что животных надо любить уважать и и ну конечно не так как некоторые как детей уж там с ними вместо детей детей не рожают животных воспитывают вот это уже крайнесть которые на грани но мы с вами понимаем что разум вера осознание того кто ты нам дается не просто так а господом сами и поэтому уж давайте те кто понял что надо любить людей животные ну можно не есть можно его в друзьях иметь как минимум понимающие что все равно главная цель человечества и самого человека это любить людей и именно в этой любви строить жизнь общество и окружающий мир которым всем будет хорошо если все люди будут любящие и почитающие бога как нужно то мы с вами вспомним эту заповедь где не только врага возлюби но и животных его возлюби вот тогда мы этим чередом вот от любви к богу ближнему к и так далее придем к любви к животному а пока вот так ну лично я немножечко считаю ограниченных людьми людей которые любят только животных не любят людей ну что-то у них вот какая-то недостаточность любви наверное недостаточность вот поэтому у них такое состояние поэтому желаю вам любви человеческой к человекам но уж после там где-нибудь и любви к животным по крайней мере не обижайте их здоровья вам всем радости аминь